приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и опять актуальная тема потому что те кто только-только начинают заниматься огородничеством никак не могут понять что это за такой агрогороскоп поливов на весь месяц где мы рассказываем когда поливать когда не поливать что это за гнилые такие дни и почему так происходит ну вот и мне кстати пишут но вот у нас прошел дождь именно в дни огня или воздуха кстати вот сейчас я вам показываю кадры это кадры уже итогов дождя когда 13 июня луна находилась в знаке стрелец а это огненный знак и что мы имеем ввиду мы имеем много-много воды и эта вода никак не может полностью по всей почве пройтись впитаться в почву и вот эта вода всегда стоячая если бы это произошло в дни стихии воды или дни стихии земли это было бы просто замечательно мы через сутки уже начинали сопать и почва была сухая земля взялась коркой вот я сейчас вам подготовила такую специально картинку схему хочу показать что происходит в природных естественных ритмах земли почвы когда вот эти стихии начинают работать а стихия кстати постоянно меняются через определенные дни обычно стихия луна в определенной стихии находится среднем два с половиной дня два двое с суток и вот в этот период происходят важные процессы в растениях и мы об этом говорим у нас есть разные темы посевные секреты семян почему мы когда сеем но сегодня речь о воде как усваивается вода в период вот этих четырех стихий в которых мы постоянно находимся итак давайте рассмотрим эту картинку вот примерно так выглядит работа воды в эти в эти такие важные периоды когда луна находится в определенных стихиях напомним что луна находится в стихиях четырех стихиях по крайней мере на нашей земле так работает стихии и этой стихии воды стихии огня стихии земли и стихии воздуха рассмотрим каждую вот как происходит питание земли питание растений то есть это время когда пьют воду но естественно с водой идет питание растений и так о воде стихия воды вот такая тучка красивая наливает дождик и этот дождик благо потому что этот дождик впитывается и в почву равномерно идет нету никаких пор закрытий здесь почва впитывается равномерно и растения всеми корнями через листики даже в это время очень полезно поливать по чуть-чуть вот эти растения те которые могут и хотят через листья питаться водичкой так вот вот этот период когда луна находится в стихии воды замечательный период и вода становится только благом только вот той живительной влагой о которой всегда все говорят живительная влага для почвы и для растений видите какая красивая картинка растения здоровые развивается дальше корневая система и замечательный период для наших растений идем дальше стихии огня смотрите пишу опасно вот мы как раз 13 июня имели такую картинку кстати раньше в стихии огня не так сильно реагировали растения как сейчас реагирует буквально прервусь на секундочку вот посмотрите чем закончился вот этот дождь 13 июня для наших растений в огороде но так отреагировали наши бахчевые культуры особенно так реагируют арбузы дыни более менее нормально прошли этот период а вот с арбузами здесь получается растение берет удар и какая-то часть растения то ли это цветы они засыхают опадают то ли это плоды они портятся становятся черными и тоже отпадают от растения вот такой удар дает стихия огня а теперь возвращаемся к нашим картинкам к нашим растениям и к нашим почвам которые у нас на картинке и вот вот знак стихия огня и есть снова же три знака луна находится в каждой стихии находится двое с половиной суток в трех знаках но об этом у нас отдельная тема а сейчас вот смотрите рассмотрим знак стихии огня тот же знак стрелец а их три три периода стрелец лев и овен и вот что идет дождик здесь . не очень хорошая для нас она такая не веселая если здесь веселенькая была то для растений для земли она не очень радостная почему смотрите что происходит в период стихии огня растение занято очень важным процессом процессом создания плодов и тем чтобы оставить после себя потомство все силы вся энергия идет именно вот на эти части на эти задания на это задание оставить потомство и в это время нет надобности тянуть воду по себе да сочные растения тут уже в период когда была нужная вода и когда можно было это делать уже все сделано обычно после стихии воды идет стихия огня поэтому здесь занято другим растения другим за другими задачами и что происходит когда дождик идет а дождик идет становится вот какая то вот делается как поверхность как пленка и вот эта пленка не дает возможности впитываться в почву этой воде которая падает и вот она ищет и мы вам сначала показывали ищет где можно собраться да она потом куда-то попадает в почву и это почвенные какие-то воды она туда попадает но она здесь не впитывается мы потом раскапывали некоторые места и смотрели что через сутки в почве а в почве было сухо воды не было потому что в это время и почва не воспринимает воду и вот эта пленочка делается вот эта корка делается которая закрывает все и не это дождь не и принес хороших результатов для лесных растений там существует своя природная естественная среда и естественно там тот что то растение которое должно выжить там постоянно идет отбор идет отбор и и остается только самые устойчивые растения мы же занимаемся с вами выращиванием сельхозкульптур и поэтому должны знать вот эти особенности для того чтобы не выливать драгоценную воду в эти дни и получать позитивный результат для растений идем дальше с с опасностью дождя в знаках стихии огня мы уже разобрались эта вода не дает пользы для растения а также для почвы вот еще один знак который очень хорош для наших растений видите как они друг за дружкой это божественная божественный план божественное такое божественные ритмы которые созданы для того чтобы удерживать растение землю в том божественном плане сбалансированном гармоничным и вот следующий знак который попадает луна это знаки земли знаки земли у нас это телец козерог и дева в это время дождик тоже . в это время веселая с улыбочкой потому что конечно же замечательное время почва знак земли почва принимает всю воду равномерно даже если сильный дождь в это время все равно земля напитывается влагой и в это время нету вот этих потоков сильной воды нету потопов вообще то что происходит в знаке стихии огня и воздуха здесь и впитывается все в почву растение получает и питается в это время корнями этой благодатной живительной влагой и здесь вверху и внизу в почве растение получает нужное количество воды и вот эта вода благодатная во благо идет для почвы для растений ну и завершается так называемые вот наша схема и эта схема смертельная это когда луна находится в знаках стихии воздуха это близнецы овен и водолей и это действительно смертельно то что мы показывали вам это вот одинаково что сейчас в стихии огня что в стихии воздуха что происходит та же самая ситуация в это время беру снова красный фаломастер для того чтобы запомнили стихия воздуха даже видите . тоже такая печальная потому что она не приносит пользу но пришло такое время циклон и это естественный отбор природный и и нужен обязательно этот естественный отбор для растений природных естественных у нас же другой выбор у нас выбор выращивать для себя овощи и получать на маленьких участках как можно больше овощей экологически чистых и поэтому мы занимаемся выращиванием овощей и используем вот эти ритмы для того чтобы получать и хорошие вкусные овощи и чтобы и плоды должны ягоды сладенькие быть и растение должно быть здоровым когда находится луна в знаке стихии воздуха . неприятный у нее конечно вид она не очень рада тому что пришла в это время но что поделаешь в это время кстати то же самое все потопы все потоки большие большие такие воды которые несут и сносят все на улицах особенно это в городах там не то что там почвы тоже нету открытой но и в таких регионах где почва открыта не впитывается в землю вот эта влага и получается что растение здесь кстати тоже закрывается такой пленочкой корни не получают и не могут получить почему они в это время заняты дыханием дыхание очень важно дыхание для каждого существа для самой земли для всего сущего земли и того что находится на земле дыхание это основа жизни и вот это время дыхания заливается водой и корни заливаются и здесь начинает блокировка идти корней они перестают дышать при остановке дыхания начинается загнивание и если здесь не дать очень быстренько воздух растениям то они начинают загнивать если же смотрите куда вода снова же как и вне стихии огня попадают какие-то потоки глубоко она собирается в одном месте и она не проходит почву она аж вот находит какие-то такие места низины и там вот впитывается и уйдет уже почвенные какие-то потоки она здесь не приносит пользу растение не получает нужную энергетику растение перестают дышать и растение в это время начинают болеть этот процесс очень медленный растение постепенно начинают чахнуть желтеть и погибают естественно в это время на них нападают всякие всякие вредители только что-то слабое находится они тут как тут и все уничтожают растение вы смотрите еще раз вот это у нас такая вот схема здесь у нас и так у нас стихия воды самое прекрасное это дни когда луна находится в знаках рыбы рак и скорпион замечательное время далее очень хорошее время когда луна находится в знаках земли и это телец козерог и дева все остальные знаки имеют не очень приятную вещь но они периодически видите друг за дружкой идут поэтому можно полить раз в неделю и получить хороший результат сейчас мне скажут что у нас жарко и нам приходится поливать каждый день есть у нас такие тоже возмущенные письма что делать в таком случае мы просто мульчируем жаркие регионы без мульчирования здесь вырастить урожай очень сложно поэтому вот эту часть мы мульчируем и она кстати под мульчой почва вот здесь дает даем воду то есть увлажняем почву корни прекрасно пьют а в этот период мульча дает дыхание и в этот период мы не поливаем здесь с помощью мульчи вот эта влага сколько нужно растение уже набрало и вот этот период вот этой корки мы проходим здесь дыхание дает нам мульча здесь занятие тем что готовится потомство этого растения тоже не отвлекается растение здесь вот корневая система здесь не развивается вот здесь главная задача выполняется поэтому вот этот период мы проскакиваем следующий период это раз в неделю получается мы в стихии земли снова хорошо поливаем и затем этот период двух с половиной суток мы проскакиваем спокойно в жару здесь у нас мульча а в мульче это и дыхание это и масса различных помощников почве которые работают и здесь и питание здесь и вода все это сохраняется и вот эти поливы которые сейчас вот многие пишут начали жировать растения это результат вот этих поливов поливов очень частых нужно давать растениям ровно столько сколько им надо и небольшой запас вот этот запас нужен чтобы проскочить вот этот период когда дождик будет не хорошим а мы можем если мы поливаем делать всегда так чтобы было хорошо растению поливать благоприятные периоды я ответила на ваши вопросы показали мы вам к чему приводят вот эти воды влага которая приходит в неблагоприятный период так называемые гнилые дни раиса горяченко александр волик подготовили это видео и мы прощаемся с вами всего нам всего до следующего видео до встречи на нашем канале до новой встречи на нашем канале мира добра здравия и здравия вашим растениям пока пока